Барьер для опасной инфекции. Как мобильное приложение поможет обезопасить посетителей бассейнов, спа и фитнес-центров от COVID-19? Все подробности в программе «Цифровой Казахстан». При входе в фитнес-клуб посетители сканируют специальный QR-код. До начала тренировки эта процедура теперь обязательна. В Нурсултане, Алматы и Караганде заработал пилотный проект «Ашик». Приложение определяет статус человека по COVID-19 – зеленый, синий, желтый и красный. Система проверяет, нет ли у него положительного статуса ПЦР-теста, или не является ли он контактным, и ему запрещено посещать общественные места. Соответственно, высвечивается на пропуске в заведение красный или желтый цвет. И, соответственно, бизнес этого человека не допускает. А если появляется синий или зеленый, синий говорит о том, что человек нигде не обращался, либо у него нет свежих отрицательных ПЦР-тестов. А зеленый статус говорит, когда он получил, допустим, не более трех дней, прошел ПЦР-тестирование и имеет отрицательный результат. Данная мера в первую очередь поможет обезопасить посетителей фитнес-центров, уверены разработчики приложения «Аши». Еще одна задача проекта – дать возможность бизнесу работать, несмотря на коронавирус. Это помогает, я думаю, показать, какое количество людей у нас находится, чтобы нас не закрывали, когда ухудшается эпидемиологическая ситуация, а, возможно, просто там сокращали количество людей, которые могут находиться, чтобы это было подконтрольно и точечно, чтобы это касалось каждого бизнеса по отдельности. Коронавирус тяжело ударил по деятельности фитнес-клуба. Несколько месяцев все помещения простаивали без дела. Однако все равно нужно было поддерживать их жизнедеятельность. Это удвоило нагрузку на предпринимателей. В фитнес-клубе надеются, что цифровые технологии покажут свою эффективность и центр не будут больше закрывать. Со своей стороны бизнес готов исполнять все меры безопасности. Сейчас у нас разрешенная мощность 50%. Если говорить о количестве шкафчиков, у нас самое узкое горлышко – это шкафчики, потому что у нас площади огромные, проблем с расстановкой тренажеров, такого ничего нет. Поэтому ровно половину шкафчиков мы можем дать, чтобы там не было соприкосновения этих клиентов. В день проходит 150-200 человек. И вот опять же, то, что касается работы времени, заведений. Чем больше нам дают времени работать, не до 9 часов вечера, а до 12, так же тем сильнее мы можем потоки развести. Кроме фитнес-центров сканировать посетителей также должны в спа, бассейнах, саунах, боулинге и компьютерных клубах. Предприниматели, в свою очередь, просят государственные органы разъяснить населению, каким образом защищаются персональные данные в этом приложении. Нужна информационная поддержка для того, чтобы населению донести, во-первых, необходимость регистрации в этом приложении, объяснить, что это нужно для их же здоровья и пояснить вот этот момент, который касается безопасности передачи данных. Потому что мы на первых порах столкнулись с большим сопротивлением со стороны наших клиентов. Многие не хотели регистрироваться, особенно сейчас очень много в интернете вот этих вещей по поводу теории заговора и всего остального. Подобные проекты функционируют в Европе, Корее, России и Турции. В нашей стране сервис АШИХ пока скачали 18 тысяч раз, отмечают разработчики. Мы, может быть, уверены в том, что никто там рядом со мной, когда я занимаюсь спортом, рядом со мной не занимается больной человек. Мы не допускаем тех, у кого есть положительный тест, и он не соблюдает карантин, пытается посещать общественные места. Такие случаи до приложения были. И мы в период карантина в марте сталкивались. Мы много в этом направлении работаем. То есть люди пытались, нарушали, когда у них идет ограничение. Цифровое все активнее входит в нашу жизнь. Оно же ускоряет ее темп и позволяет нам развиваться быстрее. Узнать же обо всех подробностях вы сможете в программе «Цифровой Казахстан». Субтитры подогнал «Симон»!